В 16 веке в Архангельской губернию благочестивых родителей был сын по имени Трифон. И вот решили они его женить. Да только юноша совсем не мыслил себя семьянином, ибо с детства самого он чувствовал призвание к иноческой жизни. А посему покинул он втайне отчий дом, да ушел в город Устюг. Приютил юношу приходской священник, у которого Трифон жил, проводя все дни свои в строгом посте до молитвах. В своих поисках монашеской жизни молодой человек пришел в Пыскорскую обитель на реке Каме, да там и принял постриг, взяв на себя многие тяжелые монастырские послушания. От них, наверное, и заболел серьезный преподобный. Уж близок к смерти был, но в тяжелый час к нему явился святитель Николай и исцелил его. С того времени еще усерднее подвязался преподобный Трифон, за что получил от Господа дар чудотворения. Но некоторые из братьев позавидовали славе его, и тогда, чтобы раздоров всяческих избежать, ушел из монастыря блаженный. В поисках уединения он удалился в глухие места на реке Молянке, и там, постречавшись с язычниками, остяками и вагулами, на славу потрудился в их обращении к Христу. А после перешел далее, на реку Чусовую, где основал монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Устроив его, он основал и другую Успенскую обитель, уже на реке Вятке, где был поставлен в Архимандриты. Душа старца жаждала просвещения заблудших светом веры Христовой, и все силы свои он отдавал этому святому делу. Отошел ко Господу святой Трифон во глубокой старости в 1612 году и был похоронен в основанной им Вятской обители. 21 октября. День памяти преподобного Трифона, архимандрита Вятского, чудотворца. День памяти преподобного Трифона